Приветствую! С вами Павел Кольцев. Я нахожусь сейчас во Вьетнаме. Отдыхаю в отеле Десоле Сеа Леон Беч Резорт Эн Спа. И я решил сделать для вас небольшую видеоэкскурсию по этому отелю, чтобы вы, возможно, тоже захотели в нем отдохнуть. Пока мы идем к основному холлу, давайте несколько таких очень важных пунктов. Отель находится во Вьетнаме, и здесь очень жарко, очень жесткое солнце. Поэтому, во-первых, обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем SPF минимум 50. Во-вторых, обязательно возьмите с собой пантенол. Это средство от сгорания кожи, плюс гель алоэ вера, чтобы если вы сгорите, но вы сгорите практически наверняка, чтобы вы могли быстро себя восстановить. Во-вторых, так как солнце здесь очень жесткое, на пляже нельзя загорать с 12.30 до 14.30, иначе вы там сгорите до мяса. Поэтому лучше с утра. С другой стороны, после трех часов дня солнце уже такое мягкое, там загорать особо не получится. Поэтому лучше всего загорать с утра. Ну, собственно, здесь у нас entrance, главный вход, холл. Путевки в отель продает компания Pegas Touristic. От них только все ездят. Здесь Gas Relation, девочка, которая помогает решать вопросы по заселению. Здесь у нас стойка сотрудников Pegas, они помогают решать вопросы с экскурсиями, с передвижением, с улетом-прилетом. Здесь, собственно, находится этот Perception, где вы будете заселяться. Ну, в общем, я с ними столкнулся. Вот один раз, когда заселялся, больше я с ними не сталкивался. Лагедж-эреа, сюда, в общем, вы будете класть чемоданы, если вам не повезет. И когда вы приедете рано, не будет свободных номеров, там скажут подождите, там часик, другой, третий. Чем хорош отель? Ну, здесь, во-первых, можно обменять доллары на донги. Курс здесь у них не очень выгодный. 2 миллиона 200 тысяч донгов за 100 долларов. Я когда был в аэропорту, я там поменял, курс был гораздо более выгодный. По курсу 2 миллиона 320. Но здесь есть... Можете взвешивать багаж перед тем, как будете улетать, потому что в Вьетнаме очень строгие правила. Одно место багажа 20 килограмм. За каждый перевес будете платить, по-моему, 10 или 15 долларов за каждый лишний килограмм вашего багажа. Также здесь есть магазинчик, в котором можно купить всякие там разные шмотки, шапки. Ну, в общем, я не покупал, я предпочел съездить в Ничанг и там, в общем, затариться. Про цены сказать ничего не могу. Ну, по крайней мере, как видите, даже если прилетите вообще без ничего, деньги есть, вполне можно будет все купить. Так, ну что, наверное, давайте дойдем до второго этажа. Здесь у них два основных этажа, первый и второй. Собственно, первый вот лобби. Вот мы в нем только что были. Вот здесь второй этаж находится. И здесь тоже находятся магазинчики. Вот еще магазинчик с одеждой. Вот всякое разное. Драгоценности. Сумки. Ну, те, кто ценностравлены, сказали, что проще съездить в Ничанг. Дешевле будет. Вот здесь вот магазин еды и выпивки. Если захотите себе что-нибудь взять. Здесь у нас часы всякие разные. И здесь у нас Азианарт. Тоже всякое шматье. Тоже тут что-то продается. В общем, я за все время, пока здесь был, так ни разу до сюда и не дошел, как-то не было нужды. А вот здесь вот давайте покажу. Сей Леон Бар. В общем, вот здесь бар, который работает с 17 до 24 часов. Ну, сейчас он закрыт. Здесь проводится инфо-встреча. Кстати, давайте дойдем, покажу. Здесь открывается очень красивый вид. Ну, должен, по крайней мере, открываться. Вот мы подходим. Здесь, собственно, вот на территории отеля. И вот пляж. Вот оно море. Я думаю, до пляжа мы сейчас тоже дойдем. Вот, собственно, бар, клуб. А, кстати, здесь вот, если видели. Вот здесь, вероятно, здесь же это конгресс-холл. Ну, или как, не знаю, тут, где можно всякие там встречи проводить. Семинары, конференции. В чем плюс? Ну, и одновременно минус этого отеля. Он, во-первых, расположен очень близко к аэропорту. Всего 3 километра. В общем, сели в автобус. И там уже буквально через 5 минут вы в отеле. С одной стороны, это плюс. Если вы с маленькими детьми, там, после 8-часового перелета, вместо того, чтобы там час-полтора колбаситься, сразу там очень быстро приехать разместиться, это удобно. Но, с другой стороны, от отеля до Нячанга примерно 30 километров. Это примерно 30 минут. Здесь ходят 3 раза в день автобусы. Ну, либо на такси ездить. На такси это примерно 300 тысяч донгов. И на рубле это примерно около 1000 рублей в один конец. Ну, это, с одной стороны, неудобно, что оно так далеко от Нячанга. С другой стороны, это плюс, что здесь нет никаких там левых людей. Пляж приватный, сейчас мы до него дойдем. Плюс, море очень чистое. Собственно, ради этого отеля именно этот отель выбрал, потому что я люблю, чтобы был приватный пляж, чтобы было чистое море. По отзывам, оно было именно так. Собственно, я подтверждаю, на самом деле, море замечательное. Вот у нас здесь видеоэкран, который показывает рекламу. Вот здесь основной ресторан, в котором проходят завтраки, обеды, ужины. Завтраки с 6.30 до 10.00, с 10.00 до 11.00 поздний завтрак. С 12.30 до 14.30 обед. И с 18.30 до 21.00 ужин. Кормят хорошо, кормят вкусно. Я думаю, еще видео отдельно про ресторанчик я запишу. Вот здесь, собственно, как видите, лобби. И можно посидеть на диванчиках, подождать то ли ужина, то ли просто посидеть, поговорить. И вот указатель Cool Bar Cool Beach. То есть, этот бар на пляже и, собственно, пляж. Территория отеля не очень большая. В общем, для детей, если вы едете с детьми, будет вполне достаточно. Как видите, чистая зелененькая травка, чистые ухоженные дорожки. Вьетнамцы на ловце, они постоянными тут убирают, мусор собирают. То есть, территория очень чистая. Отель честный и 4 звезды. Там даже 4 с плюсом, как они так себя позиционируют. Сейчас мы идем к Cool Bar. Бар рядом с бассейном. Здесь, собственно, вечерняя программа, что у них тут происходит. Расписание меняется. Каждый день тут очень хорошая группа аниматоров. Они все время что-то организуют. Вот здесь, собственно, расписание, что происходит. Вечерняя программа тоже организует аниматоры. Они меняются день ото дня. Так. Вот сейчас. Вот водное поло. Вот здесь вот бар у бассейна. Здесь с 11 до 16 можно поесть. Снэк-бар. То есть, не обязательно идти на обед. Если я на обеды не хожу, я предпочитаю кушать в бассейн. В общем, вполне нормально. Тут сосиски для тех, кто любит эти гамбургеры. Такая мини-самса. Рыба в кляре. Курица жареная. Картофель фри. Какие заказы там просто раз поливал? Говядина, булочки. Всякие приправы кетчупы, эти острые. Овощной стол, который мне очень нравится. Помидоры, фасоль, огурцы, свекла. Там еще что-то зеленая капуста. Редька, петрушка, фекинская капуста, перец, лук, маринованные огурцы. Арбузы, масло, хлеб. В общем, вот у меня останетесь. Всегда можно будет что-то покушать с 11 до 16. Так как очень жарко, в такую жару нужно пить много воды. Здесь стоит 2 бутыля. Ну и, соответственно, здесь стаканчики. Здесь стаканчик, в общем, по такой жаре нужно пить минимум 2 литра воды в сутки. Здесь, если хотите чай, можно будет сделать себе чай. Здесь чашечки. Кофе-машина, если вы любитель кофе. Ну, в общем, я не любитель, поэтому, в общем, так ни разу не пробовал. Здесь сок апельсиновый, по-моему. Здесь какао, еще один какой-то сок. Если вы любитель алкоголя, здесь вот бесплатно наливают пиво. Черное, белое. Ну, светлое, темное. Еще какие-то алкогольные коктейли. Ну, в общем, я алкоголь не пью, поэтому мне все равно. Ну, тут стоит чего-то. Давайте покажу, что есть. Вот какие-то тут надписи есть. В общем, если приедете, посмотрите, попробуйте. Бассейн основной, главный. Он глубокий здесь. Метра 70 с этого конца, с того где-то, ну, не знаю, там, сантиметров 60. Здесь, собственно, народ сидит, кушает. Втыкает. Так. Давайте покажу. Вот здесь проходит активити всякое разное. Вот здесь перед площадкой. На этой площадке вечером проходят всякие разные вечерние культурные программы. Вот здесь вот танцы происходят. Вот здесь сидит диджей в этой будке, который развлекает нас классной, веселой музыкой. Ну что, наверное, мы с вами пойдем до пляжа. Ну, давайте пройдемся вот по этой тропиночке. Она чистенькая. А, кстати, да. Вот можете посмотреть. Де Солесия, Леон, Ни Чанг. Вот такой у них символ. Есть аниматор детский. Она, собственно, ну, по отзывам с детьми хорошо возится. То есть будет кому детишек отдать, если вы захотите там море покупаться или хотя бы отоспаться. Или там, что вы еще захотите сделать, если вы едете отдыхать на море с детьми. Сейчас время около четырех часов дня. Я выбрал именно специально такое время, чтобы записать для вас это видео. Потому что до трех тут просто неимоверная жара. Тут просто очень жарко. Повторюсь, с 12.30 до 14.30 на пляже быть нельзя, иначе вы сгорите до мяса. Потом будет очень мучительно больно. Так, рядом вот с баром есть, ну, собственно, уборная. Матер-клозит мужская и женская. А мы идем на пляж. Пляж здесь хороший. Он мне очень понравился. В общем, я выбрал этот отель и ни разу не жалею. В общем, практически все, что я хотел здесь есть. Вот, душ, чтобы вы могли после моря окунуться. Ну, я для себя открыл, когда я там ходил и скупался. После этого лучше пойти занырнуть в бассейн один раз. Просто вот так вот занырнул, вынырнул. Что это дает? Я не знаю, что там в этом бассейне есть. Но эта вода очень быстро смывает с вас всю соль. В итоге вам потом в своем номере гораздо проще будет принимать душ. Горазь быстрее отмоетесь. Вот, мы входим на главный вход на пляж. Здесь грибочки стоят. Такие грибочки, сякие грибочки. Очень удобно, что здесь можно практически до моря дойти по деревянному настилу. Сейчас дойдем, наверное, до моря. Покажу вам. Море здесь замечательное. Я прям очень доволен. Море восточно-китайское. Чистенькое, тепленькое, прозрачное. Ну, за те дни, что я был, здесь было три дня очень больших волн. И на больших волнах было прям прикольно качаться вверх-вниз. В остальное время море такое, достаточно спокойное. Вот как сейчас. То есть волны какие-то идут. Но там даже с мелкими детьми вполне нормально родители купаются. Минус здесь. Ну, иногда бывают медузы. Я вот, за сколько я тут, сколько жить, дней 10. Ну, один раз ее так случайно задел, но она меня не ужалила. Периодически где-то раз в день я слышу, там народ кричит медузу. Ну, собственно, там раз в день столкнуться с медузой в море, мне кажется, ну, вполне допустимый уровень. Как видите, пляж очень чистый. Ну, то есть такой вот условный минус. То, что здесь иногда бывают медузы. И второе, то, что здесь достаточно большой отлив. Потому что утром, когда я заходил, а, кстати, вот, одну медузу вытащили. Вот, и тут, чтобы она не жарила. Утром море где-то вот здесь вот. Сейчас 4 часа дня, ну, оно тут, ну, сколько. Ну, оно ушло, ну, ушло не сильно. Что могу сказать, здесь пляж совершенно потрясающий. Во-первых, очень мягкий белый песочек, прям по нему ходить. Одно удовольствие, одно наслаждение. Прям вот, вот, прям кайф. Супер. Чистый пляж чистят. И заход в море очень-очень пологий. То есть нет никаких-то резких ям, никаких-то резких обрывов. Заходите и плавно так вот. Плавно, 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 плавно. Так что там с детьми тоже можно будет отлично на этом пляже купаться. Ну, как видите, тут очень много семей с детьми. Пляж Десалей. Это один из немногих во Вьетнаме, которые работают по системе. Все включено. Отель семейный. Здесь очень хорошая, мощная команда аниматоров. Хороший там аниматор. Настя, по-моему, ее зовут. Или Алена. Которая с детьми сидит. Собственно, здесь отель, ну, то, что я слышу, практически одни русские. Там процентов на 90. То есть другой речи я где-то вообще не слышал. Ну, причем народ нормальный, изменяемый. Какие-то тагилы, пьяного бедлячества я как-то здесь ни разу не наблюдал. Так что этим мне отель тоже нравится. Ну, что, мы с вами по второй дорожке. Главное, возвращаемся в основную зону отеля. Сейчас вам покажу остаток территории. Она не очень большая. Да, после четырех загорать здесь не получится, потому что на небо наползают вот такие тучи. Почему-то именно после четырех тучи наползает. До четырех небо хорошее, то есть загорать можно нормально. Вот тут скуму скул. Ну, я записался на дайвинг, но меня повезут на острова, чтобы я мог посмотреть на природу. Лежаков много, как видите. Хотя в отеле много людей, большая часть лежаков свободны. Это, опять же, приятно, что не нужно конкурировать, драться за лежаки. Потому что очень печально, когда ты выходишь, там, часиков в девять или в десять утра к морю. А все лежаки уже заняты кем-то. Нет, здесь этого нету. Лежаков реально много. А, кстати, да. Вот. Команда аниматоров проводит для женщин степоэробику. А, что еще вы должны знать? Здесь в отеле меняют доллары и евро на донги, на местную валюту. Но обратно вы поменять не сможете свои деньги. Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои финансы. Потому что здесь обмен только долларов и евро на донги. Обратно донги на евро или доллары поменять не сможете. Поэтому рассчитывайте свои траты. Поэтому лучше менять не всю пачку денег сразу, а вот потратили чего-то, купили чего-нибудь. Соответственно, потом берете и меняете следующую партию денег. Вот здесь, опять же, план удачи выйти. Вот здесь выход из ресторана. Потому что, когда очень много людей, тогда все они в здании не помещаются. И тогда здесь есть ресторан на улице. Не ресторан, а как столы на улице. Здесь, собственно, очень прикольно, очень удобно сидишь за таким столиком. Пьешь, там, не знаю, чай, сок, воду, чего вы там пьете. Пиво. И кушаете. Прям удобно. Вот здесь вот по вечерам готовят на гриле. Там мясо, рыбу. Ну, я думаю, я еще запишу про это для вас видео. Мы идем сейчас. Ну, наверное, я дойду, покажу вам детскую площадку. Потому что здесь есть детская площадка. Тоже прикольная. Тоже интересная. Из экскурсий я брал ай-резорт. Это на грязи съездить. Ну, там, собственно, чтобы у вас не было иллюзий, в грязи, в этой целебной вы будете лежать всего 20 минут. А остальное время, там, часа 4, будете киснуть во всяких разных термальных источниках минеральных. Там горячие, теплые, прохладные. Ну, в общем, на любой вкус кошелек, на любую температуру, то, что вам понравится. Ну, вы экскурсию оплачете, вас туда заводят и по территории там обедаете. Вас кормят обедом достаточно хорошим. И в этих ваннах плюхаетесь. Второе, куда я еще ездил, мне понравилась двухдневная экскурсия в Далат. Это горный город. Там климат мне был прям вот, потому что все-таки здесь в Вьетнаме не жарковато. Там прям вот мне организм сказал ага. Днем плюс 26, ночью плюс 18. Прям вот лично для меня было изумительно. Мне было очень комфортно. Так что, если у вас будет возможность, будет время, будут деньги, будет желание, съездите на два дня в Далат. Экскурсия, ну, лично мне понравилась. Была интересная. Так, вот, собственно, опять ресторан, где люди кушают. Вот она, детская площадка, тут всякие разные. Эти горки, игры. Что там всякие, качели, карусели всякие разные. Вот здесь у нас. Детский клуб. Мини-клуб. Ну, вы видели, аниматор детский с детьми там прям на травке играет. Потому что нафига сидеть в помещении, когда можно на свежем воздухе. Команда, команда аниматоров здесь прям отличная. Очень нравится. Молодцы, хорошо развлекают. А с одной стороны активно, с другой ненавязчиво. То есть, наверное, это одна из лучших команд аниматоров, ну, которую я в своей жизни видел. Дальше. Тут есть спортзал. Тик. Так, вот, спортзал открывается в 7.00. Продана работа 21.00. Дети 12 не допускаются. Так. Давайте посмотрим, что тут есть. Тут есть у нас. Две беговых дорожки, велотренажер, силовой тренажер, второй силовой тренажер. Еще велотренажер для качания пресса. И тут какая-то трясучка. Ни разу такой не видел. Ну, в чем смысл этой штуки, не очень понимаю. Ну, в общем, вот такой небольшой заличек, но, в общем, есть. Так что, я вам тут чего потягать. Возможность вполне будет. Дальше. Вот это, по-моему, спа у них. Ну, спа у них безумно дорогой. Ну, чтобы вы понимали. Часовой массаж 85 долларов здесь. А в городе часовой массаж в массажном салоне 5 долларов. Итого, в 13-14 раз дороже. Соответственно, готовы ли вы переплачивать в 14 раз за массаж, ну, решать вам. Я решил, что как-то я не готов. И не пошел в этот спа. Вот здесь это бунгало, в которых, опять же, кто-то живет. Ведь бунгало прикольное. В общем, я внутри не был. Ну, обувь есть, кто-то живет. Наверное, хорошо. А мы с вами давайте вернемся к бассейну. Бассейн к бассейну. Вот он, бассейн. И давайте прямо по траве спустимся. Это бассейн называется Relax Pool. Бассейн ослабляющий, потому что здесь музыки нет. Если уходить, просто полежать, позабирать, чтобы музыка не долбила вам по ушам. Это прям вот хороший вариант. Вот, когда меня в первый день заселили, сказали, что мне нужно три часа погулять, чтобы мой номер освободили. Я как раз пошел сюда. Я здесь вот на лежаках, в тенечке, хорошо полежал, подремал. Потому что восьмичасовый перелет ночной все-таки это как-то было тяжеловато переносить. Но ничего, зато отлежался. Бассейн, как видите, неглубокий. Метр сорок пять. Людей, как видите, мало. Опять же так, расслаблено, полдыхаться. Но с другой стороны, я вот, честно говоря, вообще наглухо не понимаю людей, которые плескаются в бассейне, когда рядом есть море. В хлорке можно и дома искупаться. Блин, а моря дома нету. Ну, по крайней мере, в России. И тех, кто не живет не в Сочи. Поэтому сидеть рядом с бассейном, ну, я понимаю, если есть маленькие дети, да, что им за ними проще как-то в бассейне сидеть. Взрослому человеку сидеть, плюхаться в бассейне, моему разумению, это недоступно. Зачем? Вот он такой бассейн. Ну, здесь, как обычно, у нас это ватер-клозет, туалет, удобство. Вот куча, как видите, свободных лежаков. Так, давайте подумаю. Ну, я вроде показал вам всю территорию отеля. Как видите, она не очень большая. То есть здесь гулять где-то особо негде. Ну, отель компенсирует это тем, что здесь очень хорошая команда аниматоров. Они прям молодцы. очень грамотно, очень мощно отжигают. Игры интересные, вовлекают. Хорошо. Так что рекомендую. Ну, и то, что отель стоит на берегу моря, ну, надеюсь, слышите, как вот здесь вот, что дует ветер, и это, опять же, хорошо, потому что в жару без ветра переносить было бы гораздо более грустно. Рядом с отелем идут две стройки, но, на удивление, они очень тихие. То есть их как-то вот особо и не слышно. То есть там что-то строят, что-то возводят, но как-то очень-очень тихо. Соответственно, плюс у этого отеля. Свой пляж очень чистый. Море очень чистое, потому что в Нячанге говорят, там море очень грязное. Никто тут по пляжу из чужих людей не шарится, вам никакую фигню не впаривает. Я тут свои вещи брал чуть-чуть. У меня, в общем, с пляжей ни разу ничего не украли. Кормят шведский стол. Вкусно, разнообразно. Ну, это, конечно, не Турция пятизвездочная, потому что пятизвездочная Турция, ну, понятно, там ассортимент все-таки побогаче. Ну, голодными точно не останетесь. Прям тут и фрукты, и овощи, и супчик, и рыба, и мясо, в общем, все, что вы хотите. Хорошая команда аниматоров. Автобус ходит до Ничанга три раза в день, по-моему, там в одиннадцать, в полвторого и в семь вечера. Что еще? Отель русскоязычный, хорошая команда аниматоров. Этот алкоголь местный без ограничений, пожалуйста, пейте сколько вам лезет, сколько хотите. Алкоголь иностранный за деньги. Ну, повторюсь, я не пьющий, поэтому мне, в общем, все равно. Я там чуть-чуть попробовал местного пива, прогубил, ну, вроде пью, ну, мне как-то не ага, не вштырило. Ну, и такая вот небольшая, чистая, очень ухоженная территория. Так что я могу сказать. А, да, и здесь такой, и еще условный минус. Вот видите, надеюсь, балкончики, балкончики небольшие, и там стоит кондиционер от соседнего номера. И когда соседи включают у себя кондиционер, все это начинает дуть вам на ваш балкон. Поэтому сидеть на балконе не получится, но очень быстро, зато под этим кондиционером сохнут все купальные там плавки, эти лифчики, там полотенца, в чем вы там море купались. Так что я вот здесь прожил сколько там уже, сколько дней, десять. Могу сказать, я отелем доволен. В общем, все, что я от этого отеля ожидал, я получил. Классно, здорово, море чистое, в Таничанго можно добраться. Если не хотите ехать в Таничанг, здесь можно все купить. Кормят разнообразно, команда аниматоров хорошая. Ну, единственный минус, но он же и плюс, то, что удален с Таничанго. Минус, что там долго добираться, плюс то, что нет чужих людей, чистое море, чистый пляж. Так что, дорогие мои хорошие, надеюсь, вам это видео понравилось. Если вам понравилось это видео, жмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч. С вами из отеля De Solesia Leon Resort & Spa Павел Колесов. На мой взгляд, хороший отель для семейных отдыхов. Повторю, здесь хорошая команда аниматоров, которые смогут посидеть с вашими детьми. Этого, понравилось видео, жмите на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал, порекомендуйте это видео своим друзьям и до следующих встреч. С вами из Вьетнама, из отеля De Soles, Нячанг, Павел Колесов. Счастливо, путешествуйте. Это здорово.